Когда подошли сюда, здесь еще белые медведи бегали. Фото ценой в жизни, но Евгений Борисов привык рисковать. Фотограф с мировым именем представил барнаульцам уличную выставку с края вечной мерзлоты. Курелы, Камчатка, Таймыр и их обитатели. На берегу стоит вплотную медведь. Мы видели, какие они пловцы. Они же плавают классно. Еще прыгают, и сила у них. А мы там в 10 метрах от них. Три года Евгений Борисов и еще четыре фотографа из Сибири и Москвы ездили на край земли. Одно время группа передвигалась на лодке на надувной подушке. Николай Наумов вспоминает, никто не верил, что они смогут зайти так далеко. Полторы тысячи километров с выходом в Северный Ледовитый океан. Море Лаптевых было. Но это такое достаточно экстремальное путешествие, которое там могло, ну, там всяко неожиданно кончиться. То есть там с разными этими льды и шторма, то есть нам повезло просто-напросто. Везло не раз. Удачу любят смелых. Например, чтобы не спасать перед двухтонными моржами. Через 3-5 часов я держал одного из этих за лапу и мог с ними уже взаимодействовать, ну, как сказать, как друзья уже. Вот так вот. Здесь показаны как раз вот лаптевские моржи. Их реально всего осталось в мире, этого вида осталось 350 особей всего, и больше половины вы видите на экране. Снимки получились не только про красоту и дружбу. Моржи, которых нужно беречь. Выброшены на берег кит, спасшие от голода песца. Глобальное потепление, из-за чего тают участки тундры и земля поднимается дыбом, дышит. Из двух с лишним тысяч фото здесь лишь самые сильные, отмеченные жюри международных конкурсов и зрителями. Завидую ему, потому что это на всю жизнь впечатление. Такая вот природа. Вот все такое нереальное. Красота нетронутой природы доступна и обычным путешественникам. Для более бюджетной поездки фотографы советуют мониторить субсидированные билеты на Камчатку, Сахалин, Таймыр, Байкал. Уверенная Россия стоит того, чтобы увидеть ее всю своими глазами. Анастасия Драган, Рина Корчагина. День с толком.